Расчет свеклорезок. Расчет производительности свеклорезок. Общее усилие резания F в ньютонах определяется расчет потребной мощности привода свеклорезки. Мощность, потребная на изрезывание свеклы. Мощность, потребляемую при резании свеклы. Мощность на преодоление сил трения свеклы о ножи и ножевые рамы. Независимо от конструкции свеклорезки, при изрезывании свеклы на свекловичную стружку необходимо учитывать силу трения свеклы о поверхность ножа и усилие срезания стружки. Силы трения о поверхность ножа при изрезывании свеклы также называют усилием подачи. Силы, действующие на клетке свеклы при срезании свекловичной стружки и силы трения представлены на рисунке на слайде. Также на рисунке представлены формулы для расчета этих сил. Из уравнения 2 и 3 видно, что увеличение переднего угла уменьшает усилие резания, а уменьшение его или увеличение угла заострения увеличивает усилие резания и усилие при сжатии свеклы к ножу. При срезании стружки в клетках свеклы под действием лезвия ножа возникают напряжения сжатия, увеличивающиеся по мере вдавливания лезвия в ткань. Под воздействием этих сжимающих напряжений клетки свеклы у лезвия деформируются, после чего передние и задние поверхности ножа соприкасаются с соседними клетками и вклиниваются в тело свеклы. В результате в прилегающих клетках возникают нормальные напряжения растяжения. Когда сжимающие напряжения достигают своего предела, клетки свеклы под лезвием ножа разрушаются. В этот момент, ввиду того, что клетки свеклы оказывают наименьшее сопротивление растягивающим нормальным напряжениям, часть клеток, прилегающих к лезвию и передней поверхности ножа отрывается, образуя опережающую трещину. Направление трещины совпадает с направлением вектор скорости резания. Через некоторое расстояние L, названное длиной трещины, направление трещины изменяется и стружка раскалывается. Глубина трещины ΔТ бывает различной и зависит от качества свеклы и заточки ножа. На основании вышеизложенного перепишем формулу усилия срезания стружки. Формула представлена на слайде. Также на слайде представлена расшифровка обозначений, входящих в формулу. Проведенные исследования при срезании свекловичной стружки различной геометрической формы показали, что чем меньше усилия затрачивается на срезание стружки при прочих равных условиях, тем выше ее качество. Из формулы, приведенной на слайде, видно, что усилия резания будет тем больше, чем больше прочность свеклы. Длина опережающей трещины L и радиус округления лезвия ножа R малая. Очень важно отметить, что длина и глубина опережающей трещины при получении стружки зависит не только от толщины стружки H, но и в большей степени от B и R малая. С увеличением последних они быстро возрастают. При изрезании свеклы гребенчатыми ножами необходимо учитывать режущую грань ребер и относительное укорочение свекловичной ткани между смежными ребрами. Исследования показали, что величины, входящие в формулу, зависят от качества свеклы и ее биологических свойств, и находятся в пределах, представленных на слайде. Удельное усилие резания свеклы составляет в среднем 6,85 до 14,7 Нм. Коэффициент трения свеклы о поверхности ножей равен 0,25. А свекла срезается при давлении на внутреннюю поверхность корпуса центробежной свеклорезки в пределах от 0,5 до 0,8 мегапаскалей. Определение производительности свеклорезок. В этой части видео большое внимание уделяете формулам на слайдах. Производительность свеклорезки зависит от общей длины режущей кромки ножей, установленных в рамах свеклорезки, средней окружной скорости резания, толщины срезаемого слоя свеклы, то есть толщины свекловичной стружки, объемной плотности свеклы в корпусе свеклорезки, конструктивного и эксплуатационного коэффициента свеклорезки. Общая длина ножей определяется как произведение длины режущей кромки одного ножа на число ножей, установленных во всех рамах свеклорезки. Средняя скорость резания свеклы в дисковых свеклорезках считается по средней окружности, проходящей через середину рам, а центробежных по внутреннему диаметру корпуса. Толщина свекловичной стружки, то есть высота ее боковой грани рассчитывается в зависимости от формы профиля свекловичной стружки, величины шага ножа и высоты его подъема. Зная толщину свекловичной стружки, легко определить площадь ее сечения, срезаемую одним делением ножа. Если толщину различной формы свекловичной стружки дельта выразить через высоту подъема ножа А, то площадь сечения стружки составит для желобчатой и пластинчатой стружки С равно Д умножить на А. Для стружки, срезаемой плоскими ножами, С равно Д среднее умножить на А. Конструктивный коэффициент свеклорезки учитывает степень использования ножей в свеклорезке. Он зависит от конструкции свеклорезки. Например, в дисковых свеклорезках, когда ножи проходят под крышкой, через которую устанавливаются рамы, они не режут свеклу. В центробежных свеклорезках ножи не встречаются со свеклой, когда контрнажи улитки закрывают их. И наконец, в барабанных свеклорезках ножи не изрезывают свеклу, когда находятся в верхней части барабана. В основном, определение производительности свеклорезки сводится к определению величины объема свеклы, которая отрезается ножами. В общем виде производительность свеклорезки Г в тоннах в сутки выражается формулой, представленной на слайде. Также на слайде представлена расшифровка обозначений формулы. Если длину режущей кромки ножей D, M, N обозначить через L, то получим формулу, представленную на слайде. При получении пластинчатой стружки производительность свеклорезки уменьшается на 30%. Поэтому в расчетную формулу вводится поправочный коэффициент 0,7. Необходимая длина режущей кромки ножей определяется по формуле, представленной на слайде. Величины В, Ро, К с индексом К и К с индексом Э, входящие в формулы, приведенные выше, представлены в таблице на слайде. Расчет потребной мощности для привода свеклорезки. Мощность, потребная для привода свеклорезки, зависит от следующих основных факторов. Конструкции свеклорезки, количество ножевых рам, длины ножей, скорости резания, длины и формы стружки и скорости поступления свеклы в резку. При работе свеклорезки мощность потребляется на изрезывание свеклы, преодоление сил трения свеклы о ножи и ножевые рамы, разгон свеклы до скорости изрезывания и на преодоление сил трения между подвижными и неподвижными слоями свеклы при поступлении в свеклорезку. Последние две составляющие учитываются только при определении мощности привода для центробежных свеклорезок. Мощность, потребная на изрезывание свеклы. Общее усилие резания F в ньютонах определяется по формуле, представленной на слайде. Удельные усилия резания зависят от качества свеклы, толщины и формы стружки, конструкции ножей и состояния режущего лезвия. Так как на сахарных заводах в большинстве случаев перерабатывают здоровую свеклу и на изрезывание ее тратится наибольшее усилие. В таблице на слайде приведены данные удельного усилия резания в ньютонах на сантиметр. Здоровый свеклы для стандартных фрезерованных ножей длиной 165 мм, делением 5 мм и углом между гранями 90 градусов при среднем качестве заточки и среднем затуплении ножей. Формулы для расчета момента резания свеклы M1 относительно оси вращения, мощности N1 в киловаттах потребляемую при резании свеклы, частоту вращения N в оборотах в минуту выраженную через скорость резания представлены на слайде. Мощность, подребная на преодоление сил трения свеклы о ножи и ножевые рамы. Эта мощность зависит от полного усилия прижатия свеклы PY в ньютонах к ножам и ножевым рамам, расположенным в корпусе цитробежной свеклорезки, с учетом высоты рам и конструктивного коэффициента свеклорезки, и определяется по формуле на слайде. Крутящий момент M2 в ньютонометрах, необходимый для преодоления сил трения свеклы о ножи и ножевые рамы, рассчитывается по формуле на слайде. Выражая угловую скорость через линейную омега равно выделенная на R и подставляя значение полного усилия прижатия свеклы PY из формул, представленных на предыдущем слайде, и принимая при этом мю равное 225 тысячных, получим окончательную формулу для расчета крутящего момента M2. Необходимая мощность N2 для преодоления сил трения свеклы о ножи и ножевые рамы представлена на слайде. Формула для расчета необходимой мощности N2 в киловаттах для преодоления сил трения свеклы о ножи и ножевые рамы представлена на слайде. Подставляя в эту формулу выражение для крутящего момента M2, получим окончательную формулу для расчета необходимой мощности. Однако, для дисковой свеклорезки мощность на преодоление силы трения между свеклой и диском с ножевыми рамами определяется исходя из условий, что свекла в бункере над диском свеклорезки находится на уровне около полутора метров и коэффициент трения свеклы о сталь составляет в среднем 0,2. Тогда формула для определения момента для преодоления сил трения M2' свеклы о диск представлена на слайде. И в то же время изменится формула для расчета мощности N2', которая необходима для преодоления сил трения свеклы о диск. Эта формула также представлена на слайде. Мощность, потребная для разгона свеклы до скорости изрезывания. Формула для расчета мощности N3 в киловаттах, необходимой для разгона свеклы до скорости изрезывания, представлена на слайде. Формула для расчета работы на разгон свеклы А. При соответствующей производительности завода по свекле G в тоннах свеклы в сутки, представлена на слайде. Формула для расчета мощности, потребной для разгона свеклы до скорости изрезывания, представлена на слайде внизу. Мощность, потребная для преодоления сил трения между корнями подвижного и неподвижного слоев при поступлении в центробежную свеклорезку. Свекла, поступающая в свеклорезку, приводится во вращательное движение. Это движение начинается обычно непосредственно над улиткой. В этом месте образуется неподвижный верхний слой свеклы и подвижный нижний. На преодоление сил трения между слоями свеклы потребляется мощность привода. Сила трения между слоями свеклы зависит от размеров сечения бункера, подводящего свеклу к свеклорезке, производительности свеклорезки и от качества свеклы. Например, при переработке мороженой и подгнившей свеклы сила трения между слоями уменьшается. Для центробежных свеклорезок с коническим бункером, у которого диаметр проходного сечения внизу бункера равен 0,7-0,8 метров. Значение мощности НТ, потребный на преодоление силы между слоями, принимается равным по таблице, представленной на слайде. Таким образом, формулы для расчета общей мощности центробежный и дисковый свеклорезок представлены на слайде. К величине общей мощности, потребной для привода свеклорезок, необходимо добавить мощность, потребную на механические потери в свеклорезке и редукторе. Приращение мощности на преодоление сил от механических трений составляет примерно 3% от суммарной мощности.